Представители военного института силы воздушной обороны встретились с учащимися старших классов городских школ. Они рассказали об основах профессии летчика и о том, как желающие могут поступить в ВУЗ. Школьники проявили большой интерес к беседе. Жасан Жалбаков продолжит тему. Даниил Свойкулов обучается в школе юных летчиков. Там он получает базовые знания еще до поступления в военный институт. Более того, если будущий абитуриент окончит школу юных летчиков, его шансы поступить в данный ВУЗ увеличиваются. После 9 класса проходят сборы, где принимаются любые желающие, которые хотят поступить на училище. Там мы проходим занятия по истории, по патриотическим урокам. И нас вызывают на всякие конкурсы, которые проходят на территории института. В основном мы там усердно учимся только во втором курсе, потому что в третьем курсе большинство из моих однокурсников готовятся к каким-то, чтобы набрать проходные баллы на это училище. Профессия военного имеет ряд преимуществ. Стабильный заработок, жилищные выплаты, социальное, медицинское страхование военнослужащих, а также члены их семьи. Касаемо поступления, минимальный балл является 50 баллов, как у всех ВУЗов. Но при поступлении лучше иметь балл. Чем выше, тем лучше. Помимо этого еще проходит физическую подготовку и нужно иметь еще хорошее здоровье. Если не позволяет, то он может стать инженером. Именно у летчика должно быть 100% здоровье, потому что в воздухе он испытывает нагрузку, и чтобы его организм одерживал данную нагрузку. Обучение у налетных инженеров в специальностях составляет 4 года и 2 месяца. На военно-медицинских специальностях 5 лет плюс 2 года они, будучи уже в воинском звании лейтенант, проходят интернатуру. В прошлом году военный институт выпустил более 150 лейтенантов. Набор зависит от госсаказа, но в целом ежегодный ряды курсантов выполняет от 100 до 200 человек. Осуществляется подготовка по 5 летным, 4 инженерным и 3 медицинским специалистам. А также имеется набор зарубежные военные вузы. Жасан Жалбаков, Межана Манжолов, телеканал АкТубе.